В эфире телеканала ННТ новости Дагестан, в студии была Ахмедова. Здравствуйте! Вначале по традиции короткий анонс главных тем. Находка большая, но очень вредная. Более 1 кг мифедрона и свыше 200 г гашиша изъяли полицейские у 30-летнего жителя Махачкалы. Об этом расскажем вначале. Оборванный провод опасен для жизни. Следователи предъявили обвинение электрику, по вине которого пострадал 11-летний мальчик. Вы работаете сейчас, а мы заплатим потом. В Дагестане растут долги по зарплатам. Подробности в выпуске. 40 самбистов завершили подготовку к чемпионату России. О предстоящих соревнованиях расскажем в спортивном блоке новостей. Более 1 кг мифедрона и свыше 200 г гашиша. Крупную партию этих наркотиков изъяли полицейские у 30-летнего жителя Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского МВД. Оперативные мероприятия стража порядка провели по улице Шахбаново. В квартире наркокурьера они обнаружили около 600 г синтетических запрещенных веществ. А оставшееся количество нелегального товара в закладках, которые мужчина ранее сделал по городу. Сбыть наркотики задержанный не успел. Возбуждено уголовное дело. Следователи предъявили обвинение электрику, по вине которого 11-летнего мальчика сильно ударило током в Махачкале. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. Несчастный случай произошел 13 июля прошлого года во дворе многоквартирного дома. За несколько дней до этого на детской площадке оборвался электрический провод, а сотрудник горэлектросетей, который это выявил, не заменил его вовремя. Когда ребенок играл на территории, на него упал кабель, который находился под напряжением. Он получил серьезные травмы. После инцидента правоохранители провели обыски в офисе филиала Дагенерго и в УЖКХ Махачкалы и возбудили уголовное дело. Следователи Следственного управления Скоросей по республике Дагестан предъявили обвинение мастеру участка Махачкалинских городских электросетей в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Обвиняемый полностью признал вину. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия. В Дагестане растут долги по зарплатам. По итогам этого месяца общая сумма задолженности достигает более 8 миллионов рублей. По сравнению с январем задолженность выросла на 30%. Общая сумма долга на тот момент составляла 6,5 миллионов рублей. Неоплачен труд 200 работников. В основном это специалисты в сфере ЖКХ и сельского хозяйства. Далее в эфире краткий обзор новостей в рубрике Дайджест, а затем продолжим. Не сдержал гнев в ссоре. Уроженец Дагестана скинул с седьмого этажа студентку из Нигерии. Инцидент произошел в Белгороде, в одной из квартир на бульваре юности. 40-летний Шамил Ахмедов поругался с первокурсницей. После чего он несколько раз ударил ее и вытолкнул из окна балкона. К счастью, она выжила, но получила серьезные травмы. В ней сломанные ребра, поврежден позвоночник и обнаружена жидкость в легких. Агрессора задержали. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 52-летний житель Махачкалы украл шубу стоимостью 160 тысяч рублей, а продал за одну тысячу рублей. Горе-продавец с товарищем зашли в кафе перекусить. Сломушенник заметил на вешалке дорогую норковую шубу и ловко ее забрал. На улице мужчина продал похищенное случайному прохожему. За эти деньги он купил себе выпивку. Подозреваемую его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Дагестанского депутата Равшана Амарова, замуровавшего квартиру женщины в торговый центр, исключили из партии «Единая Россия». Как сообщили в мэрии Дербинта, изначально Амаров получил разрешение на перепланировку здания. Впоследствии экс-депутат допустил нарушение градостроительного законодательства. Сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. В Москве трое парней из Дагестана открыли огонь из-за комнатного этажки по соседним домам. И сам Магомет и Рамазан скучали на съемной квартире. Решили пострелять из пневматики. Вахтер соседнего общежития вызвал полицию. После того, как в окна привлечили несколько пул. Пока бездельникам грозит лишь административное дело. Но если найдутся пострадавшие парни, может стать и уголовка. И к новостям спорта. Дагестанские самбисты завершили подготовку к чемпионату России. Турнир пройдет с 4 по 6 марта в Брянске. Команду на главных внутренних соревнованиях этого сезона представят 40 спортсменов. О том, какие цели перед собой ставят наши самбисты, узнавал Курбан Рагимов. Игра в рейтбол как часть подготовки. Так, самбисты приносят разнообразие в тренировочный процесс. До вылета на чемпионат России несколько дней. Все основные нагрузки позади. Остается привести свой вес в норму. Команду из Дагестана в Брянске представят 40 спортсменов. Основной старт отбор на чемпионат мира и Европы. И вот ребята уже основную подготовку прошли. Сейчас вот чуть-чуть на легке работа. Интенсивная, кто вес сканяет. Мы каждый год настраиваемся, конечно, чтобы выиграть командный и округом этот чемпионат России. Каждый раз мы бываем первые. В прошлом году у нас было три чемпиона России и три чемпиона мира. И один чемпион Европы. Основные надежды в нашей сборной возлагают на лидеров, не раз проявивших себя и за рубежом. Завоевавший в прошлом году третье золото чемпионатов мира Мухтар Гамзаев ставит перед собой новую планку. Во мне есть еще соревновательный интерес. Это желание еще у меня не пропало. Я думаю, вот ребята, братья, близкие говорят, надо пятикратным стать. Если будет суждено этому быть, будем идти за четвертым и дальше за пятым. У нас здесь ребята, можно сказать, не только самбо, которое начинали здесь, из боевого самбо. У нас здесь есть вот чемпион мира по молодежи, по вольной борьбе, призер чемпионата России по дзюдо и так далее. У нас здесь есть разные ребята, разные спарринг-партнеры. И тоже набираем друг друга. В обойме все первые номера. Загид Гайдаров успешно совмещает карьеру самбиста с выступлениями по ММА. В прошлом году он впервые стал лучшим на чемпионате мира. И проблем с мотивацией сейчас у него точно нет. Вот хотя бы вот как Мухтар у нас Гамзаев, Расул Гасанхам. Хотя бы как они хотя бы трехкратнее встать, я думаю, надо еще. То есть такая мини-планка есть для тебя, да? Да. Пока они мотивируют меня. В ММА тоже таких предложений нет пока хороших. Поэтому самбо здесь устраивает меня пока. Держусь за самбо пока. В первую очередь, денежная, материальная помощь. Это, конечно, у нас и заплата, и все есть. Поэтому тоже, конечно, хочется выступать. Успехи наших самбистов на международной арене позволяют Дагестану считаться одним из центров этого вида спорта в стране. На сборы к нам продолжают приезжать гости из разных субъектов страны. У меня мечта была побывать в Дагестане, потренироваться с лучшими спортсменами. Это любая мечта каждого спортсмена, я думаю. Я прошел отбор на Дальневосточном федеральном округе, стал вторым серебряным призером. И мне дали возможность сделать выбор по поводу сборов. И мне сразу пришла мысль в голову попробовать сборы сделать в Дагестане. И, слава богу, получилось. Мне все нравится. И тренировочный процесс, потому что все спортсмены заряжены. Никто не хочет проигрывать. Все доброжелательные, на самом деле. И в городе мне тоже нравится. Каждый готов помочь. Когда узнает, что я из Хабаровска, сразу спрашивают, нуждаешься ли в чем-то или нет. К своему главному старту сезона самбисты подходят основательно. Тренируются два раза в день. Итог этих усилий подведет выступление нашей дружины в Брянске. В команде рабочая, позитивная атмосфера. И это несмотря на то, что многим из этих спортсменов, возможно, предстоит бороться за призовые места между собой. На ковре мы соперники, а за ковром братья. Такого нет уже, если что. Соперничество, наоборот, больше мотивирует, наоборот, больше выкладываемся. У меня друг, Саидов Саид, он, можно сказать, показал своим примером, что после дзюдо можно боевые единоборства перейти. Мне очень понравилось. Я смотрел, как друг выступает, за него болел. И самому понравилось, вот так переключился. И он тоже, как бы, можно сказать, затянул меня. Мотивирует? Мотивирует, да. Чемпионат России по самбо стартует 4 марта и продлится 3 дня. Курман Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!